ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Фрэнк своим неполным 22 годам уже выбил Реал из Лиги Чемпионов и заработал репутацию одного из самых главных вундеркиндов всего мирового футбола. Так давайте же разберем его игру. Де Йонг настоящий манипулятор. Он постоянно меняет свое направление, введя соперника за нос и заставляя его плясать под свою дудку. Фрэнк очень часто меняет свое направление, создавая тем самым свободные зоны и отыгрывая соперников. Вот здесь он в последний момент повернулся и отдал пас в другом направлении. А здесь избежал прессинга, изменив свое направление. Так же Де Йонг просто обожает ложные передачи, часто используя этот прием для манипуляции соперником. Вот здесь он сделал ложную передачу и отдал пас в другом направлении, отыграв игрока, находящегося в невероятно выгодной ситуации для перехвата. Также и здесь, ложная передача и пас в другом направлении, соперник отыгран. У Де Йонга есть любимый прием, финт корпусом. Суть этого финта в ложном движении корпусом. В отличие от ложного движения с мячом, ложных пасов и изменения направления, этот прием сильнее всех провоцирует соперника. Посмотрите, Де Йонг показал корпусом, что намеревается продолжить движение. Тем не менее, Фрэнки его не продолжил, а его соперник повелся на этот прием, полетев отбирать мяч. Здесь то же самое, Фрэнки обманывает своего соперника, вынуждая того, выдернуться со своей позиции. Как вы могли понять, прием очень действенный. Итак, перейдем к дриблингу. Фрэнки, когда получает мяч, зачастую улучшает свою позицию. Вот здесь Фрэнки предпочитает чуть прийти с мячом, нежели отдать пас. Как, собственно, и здесь. Вообще, наблюдая за игрой Фрэнки, нельзя не отметить его колоссальное количество касаний мяча. Де Йонг постоянно контролирует мяч, отчего отобрать его у Фрэнки становится невероятно сложно. Обратите внимание в этом моменте на количество касаний мяча. Де Йонг чуть ли не приклеил мяч к своей ноге. Здесь Фрэнки также не отпускает мяч далеко, предпочитая мягкие касания. Вообще, говоря о дриблинге, нельзя не сказать еще и о скорости Фрэнки. На первый взгляд этого не скажешь, но Де Йонг достаточно быстрый футболист, особенно с мячом. Голландец умеет делать быстрые вертикальные проходы, что не раз доказывал. Правда, делает он их не так часто, зато зачастую обыгрывает по 3-4 игрока за раз. Еще одна сильная сторона Фрэнки – это передача. Де Йонг отдает в среднем за матч 81,5 передачу за игру, что является 8-м показателем в мире. При этом точность его передач составляет 92%, что на 2% больше, чем у, например, Бускетса, и является 26-м показателем в мире. Таких показателей Фрэнки достиг благодаря тому, что он почти не рискует и предпочитает отдавать ближнему. Дальние же передачи Де Йонг всегда либо подготавливает во избежание рисков, либо отыгрывает игроков, способных отобрать мяч различными ложными движениями. Говоря о защитных действиях голландца, нельзя не отметить его великолепное чтение игры, а следовательно и отличные перехваты. Де Йонг отлично видит ситуацию и понимает, когда нужно выдвигаться на оппонента. В этом моменте Де Йонг великолепно прочел ситуацию, и дождавшись передачи соперника, в последний момент ее перехватывает. И еще раз, Фрэнки невероятно вовремя выдвигается на мяч, дождавшись удобной передачи. Говоря о минусах Де Йонга, я могу отметить всего один существенный минус. Он связан с оборонителями действиями полузащитника. Как я уже говорил, у Фрэнки Де Йонга отлично получается перехватывать мяч, однако с отборами дела обстоят не так гладко. Главная проблема Де Йонга в обороне, это уход от единоборств. Фрэнки банально уходит от игры один в один, поэтому у него часто бывают проблемы с отборами мяча. А также у Де Йонга есть не столько проблема, сколько негативная особенность. Фрэнки симулирует. Да, замечал не раз, но тем не менее это не игровая проблема. Ну а закончить стоит парой слов о позиции Фрэнки на поле. В прошлом сезоне Де Йонга играл на позиции центрального защитника, но уже в этом сезоне с приходом Дейли Блинда Де Йонга передвинули в полузащиту. Фрэнки при билдапе занимает роль самого глубокого полузащитника, как например здесь или вот здесь. А также голландец имеет задачу прикрывать левый фланг при атаках Аякса, когда левый защитник Амстердамса в Теллиофейко уходит слишком высоко, как например здесь. Ну или здесь. Подводя итог, нужно сказать, что у Де Йонга просто потрясающий талант, и Барселона подписала великолепный актив. Тем не менее мне немного боязно за игровую практику голландца, но тут уже ничего не поделаешь. Ну а на этом всё, пишите своё мнение о Де Йонге, мне будет интересно почитать. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте на колокольчик. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok